У британских уфологов плохая новость для человечества. Астрономы обнаружили гигантскую планету, которая с огромной скоростью сближается с Землей. Первооткрыватели уверяют, что катастрофа неизбежна уже в этом месяце. Екатерина Иванова искала подтверждение сенсации, но нашла массу нестыковок. Она существует. Самое загадочное тело в Солнечной системе, огненно-красная планета Нибиру, попала в объектив фотокамер и движется прямо на нас. Астрономы-любители наперебой выкладывают в сеть одно доказательство за другим и снабжают их комментариями. Кто-то пытался сказать мне, что это всего лишь Солнце, но закат на этом фото справа. А это не опознанный объект. Это точно не Луна и не какая-то другая планета. А британская пресса выходит с сенсационными заголовками. Шокирующее заявление первой снимки планеты Икс, которая может уничтожить жизнь на Земле уже в этом месяце. Исследователи галактики уверены, это та самая мифическая странствующая в Солнечной системе планета, которая однажды уже едва не погубила жизнь на Земле. Гибель динозавров, ледниковый период — это всё звенья одной цепи, рассуждают уфологи. Опасность снова совсем рядом. И якобы даже НАСА и Европейское космическое агентство знают о надвигающейся угрозе. Но упорно молчат. Хотя медлить нельзя. Не даром же были предсказания, что в небе появятся два Солнца. И вот, к сожалению, когда люди это увидят, то могут произойти очень страшные катаклизмы. Могут произойти цунами. Но цунами — это самое малое, что может произойти. Если человечеству и на этот раз повезёт, огненный шар с крыльями пройдёт рядом. Катастрофа всё равно неизбежна. Гравитационное притяжение Нибиру, которое по расчётам уфологов в четыре раза больше Земли, приведёт к смещению континентов и падению на нашу планету дождя из астероидов. Впрочем, шанс на спасение всё-таки есть. В интернете появилась запись телефонного разговора якобы сотрудника НАСА, который в курсе всего происходящего. Оказывается, пресловутые шапочки из фольги — это не шутка. Это магнитное поле в буквальном смысле будет воздействовать на ваши мозги. Поэтому есть смысл задуматься над этим уже сейчас и приобрести какой-нибудь головной убор наподобие мотоциклетного, чтобы защитить свои мозги. Самый верный способ сохранить себе жизнь — переждать встречу с Нибиру в бункере. Идеальная глубина — не менее 30 метров. Впрочем, Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии, призывает сохранять спокойствие. Скептик до мозга костей не верит ни одной из приведённых фотографий. Второй круг. Это, видимо, фотографировали, это дефект линзы, ложное солнце. Что можно объяснить? Поскольку кристаллики льда находятся за облаками, они высоко, выше облаков, вот там идёт отражение солнечных лучей, они приходят нам и немножко застревают за облаками. К тому же планеты уже на протяжении миллиардов лет движутся по своим орбитам. Если бы Нибиру, как гласит легенда, раз в 3600 лет вторгалась в Солнечную систему, Земли уже и в помине бы не было. Планета сошла бы с орбиты. И ещё одна существенная нестыковка. Если планета действительно существует и к нам приближается, почему её не заметили раньше? За несколько лет до этого эту планету можно было бы увидеть в обычные школьные телескопы. За пару лет её можно было бы рассмотреть во всех деталях бинокль. Так что сенсации не случилось. Но это вовсе не означает, что других планет и пришельцев не существует. Даже учёные, которые всегда мыслят рационально, увидев в таблоиде очередную статью об апокалипсисе, где-то глубоко в душе надеются на чудо. Екатерина Иванова, Светлана Шишкина, Максим Скопин, Павел Ликоторчук. Пятый канал.